Привет, друзья! С вами ваш любимый сериал. Сергей Станислав говорит о ремонте. Санта-Барбара. Да, практически. Она говорит обычно Станислав. Я стараюсь задавать каверный вопрос. Да как могу, собственно, со своей нубской позиции. Я в ремонтах не очень... Давай пожёстче вопросы сегодня. Хорошо, да. Сегодня пожёстче будет. Сегодня будем про баблишки говорить, про денежки. О, отлично. Станислав, вот сейчас я тебе буду расспрашивать про денежки. Мы чуть-чуть затрагивали эту тему в предыдущих выпусках. Если вы не смотрели, посмотрите сначала их. У вас более цельная картина сложится в голове. Но сегодня мы поговорим про деньги. Мы чуть-чуть затрагивали эту тему. Ты говорил, сколько стоит хороший дизайн за квадратный метр. Хочется чуть лучше понять. Можешь для начала немножко рассказать, как вообще... Из чего складывается в финансовом плане работа дизайнера? Сколько что стоит в его деятельности? Ну, у дизайнера сначала... Ну, вообще, у него сначала работа – это дизайн-проект. Мы должны сделать набор чертежей, набор визуализаций. И есть ещё ведомости, в которых ты смотришь, что у тебя где купить, какие мебели. Вот это три основных вещи. То, что нужно от дизайнера. То есть, это его работа. Вот. Это входит. Можно ли делать без визуализации? Да, можно. Но тогда будет непонятно, что ты не увидишь. То есть, обычно, вот минимум эти три вещи мы рекомендуем делать. Но кто-то делает без визуализации. Слушай, я когда читал книжку про переговоры, там была сказана такая штука. Если хотите снизить цену, придите к продавцу или тому, кто оказывает услугу, и спросите прям разбивку. Что у него стоит? Там, допустим, снятие лака столько, маникюр столько, покрытие столько. И пытайтесь оспорить каждую вот эту часть. То есть, типа, а можно лак подешевле, а можно здесь побыстрее сэкономить. Да, ну тебе нормальный продавец скажет, что да, ну тогда я гарантию из тебя снимаю. Ну, свою. Можно, конечно, привози свой лак, мы тебе покрасим, но если там тебя вспучится потом, то сам виноват. Согласен? Ну, типа да, но я свой лак не буду приводить. Я вот к чему вопрос-то. Вот, слушай, вот если взять дизайнера и его работу, и вот разбить по пунктам, можешь сказать, вот сколько каждый этап стоит? Да, конечно. Ну, примерно в ценных, можешь, так, в средних, рыночных. Ты имеешь в виду дизайн-проект, да? Да, да. Вообще там четыре этапа оплаты. Я тебе могу сказать, как мы в договоре пишем, как мы рекомендуем писать. Первый этап – это техническое задание. Он стоит 20% от всей работы. Ну, при этом себестоимости этой работы, наверное, процентов 10, ну не больше. Это что знаю? Ну, может быть, даже меньше. То есть, в принципе, это нормальная такая тема. Ты общаешься, ты создаёшь альбомчик. И, ну, оформление альбома, само оформление просто дорого стоит. И в альбомчике ты пишешь, что клиент хочет. Это для чего нужно? Для того, чтобы и ты, и клиент понимали, что мы говорим на одном языке. Вот то, что ты не любишь делать, я заметил, когда там пишут книгу, пост или что-то ещё. То есть, хочется, я понимаю, как бы естественное желание побыстрее начать работать. И там уже в процессе разобраться. Эта тема, она как бы чревата тем, что в процессе вы будете много чего менять. И в какой-то момент у тебя варианты, придётся много делать вариантов. И если там ты пишешь, ну, хотя в книге я тоже думаю, что достаточно проблематично это. Но представь, что если ты делаешь дизайн, там миллион вариантов может быть. И тебя будут просить делать снова и снова и снова. Ну, в принципе, в книге, я думаю, то же самое. Чтобы этого не делать, мы придумали такую тему, что нужно сначала обсудить, что нужно. Делать вообще, подобрать какие-то референсы, похожие картиночки. И обсудить, то ли мы хотим. То есть, ещё раз всё упаковать на одну бумагу и посмотреть. Вот эта работа, можно сказать, 10% стоит. Берём 20% предоплаты. Ну, от всего. Дальше планировка. В целом, планировка, мы уже обсуждали, что это очень важная часть. Планировка делается, если у тебя есть этот анализ, она делается быстро. Потому что у тебя уже всё исследование есть. То есть, для тебя это создание планировки – это решение логической задачи. Самое сложное в планировке… Ну, вот некоторые приходят и говорят, можете сделать планировки? Там кто-то говорит, 5000 рублей. Но это невозможно, потому что это будет угадывание некое. То есть, это будет просто один из вариантов. Как лото – сыграл, не сыграл. И по-нормальному, чтобы планировку сделать, тебе нужно сделать предварительный весь анализ. И потом уже ты как мастер топором рубишь в одну тему. Поэтому планировка делается быстро, если ты сделал задание. И стоит немного. Но клиенту она уже идёт на следующем этапе. Она эскиза, например, эта планировка плюс общая идея, детализация с цветами, материалами, мебелью. То есть, там идёт такая работа. Второй этап стоит 30%. Это центральная зона плюс планировка. Стас, погоди, секунду. Я на экране вижу себя и себя. Это нормально? Вдруг ты что-то не так включил? Наверное, да. А ты видишь себя и себя. Да, ну я просто привык уже на себя смотреть. На тебя хочется. Тебе горят всего красивую рубашку. Да, это не очень хорошо. Во, прекрасно. Мы немножко лоханулись. Моя любимая рубашка. Хорошо, что ты заметил. В общем, все сейчас посмотрели. Переговаривать не будем. Посмотрели на Сергея. Окей. Давай, я буду тогда тебя переключать. И пока сейчас попытаюсь воткнуть. Так, дальше рассказывать или что у нас? Да, 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 давай. Так, конечно. Давай, тогда я дальше пока расскажу. Потом попытаемся вместе нас включить. Спасибо с этим. Технически неполадка. Так, окей. Тогда, значит, на чем остановились? Вторая часть, она стоит 30%. Почему 30? Ну, просто у нас такая разбивка. То есть мы берем передоплату. Что мы за это делаем? За это делаем планировку. Это первое. И второе мы делаем это центральную зону. К примеру, обычно это кухня, гостиная, столовая. Девать визуализацию центральной зоны. Да, да, да. Нам нужно на основе этой как бы, знаешь, как демоглава, например. Либо там, ну, как бы основное блюдо. То есть то, к чему мы будем привязываться. Вот. Это стоит 30%. Следующий 30% это детальный дизайн остальных зон, потому что у нас он уже делается на основной, ну, на основной. То есть мы согласовали основные моменты. Это достаточно долго и тяжело именно согласовать центральную зону. Ну, бывает, да. Потому что там можно нюансов много. Там по цене уже становится, по материалам, по каким-то деталям. Вот. И дальше, когда мы согласовали, мы уже идем на остальные зоны. И там уже достаточно просто. То есть там какое-то вмешательство не требуется. Мы просто как бы по аналогии делаем уже те же материалы, те же решения, те же, ну, примерно там ценовые диапазоны. Вот. Это 30% еще. И последние 20% это чертежи. Соответственно, на каждом этапе примерно, если грубо говоря, то с клиентом мы берем половину и половина это доход дизайнера либо компании. Если дизайнер все делает сам, то все 100% соответственно у него доход, просто он тратит свое время. Если ты делегируешь, то рентабельность этого бизнеса, если ты все делегируешь вообще, примерно от 50% до 70%. Наоборот, это затраты. Соответственно, рентабельность от 50% до 30%. Я понял. Слушай, а вот эти этапы, они оплачиваются последовательно. Я сначала заплатил за первый этап, потом через какое-то время за второй. Или как? Да. Ну, смотри, бывает такая практика, она раньше была и всегда применялась. Сейчас мы уже много лет работаем по-другому и рынок, в принципе, тоже поменялся. Раньше брали 50% в начале, достаточно весомая сумма получается. Просто когда ты познакомился, момент знакомства. То есть это для клиента не совсем комфортно, потому что ты отдаешь непонятно какому-то фрилансеру достаточно весомую сумму. То есть там реально весомая. Может быть там тысяча, две, три тысячи долларов. Просто вот так вот отдать. Вот. Соответственно, это не до конца удобно для клиента. А дизайнеру в конце неудобно получить. Были случаи, у меня тоже такое было, что мы работали-работали, а в конце я сдаю чертежи. И мне клиент говорит, слушай, мне кажется, ты как-то мало поработал. Я говорю, в смысле мало. Говорит, ну смотри, это же я придумал. И это я придумал. Он там показывает, где он мне подсказывал. Говорит, получается, я дизайнер? Я такой думаю, блин, ну получается, что да. Я тогда был как бы юный, неопытный. Говорит, ну значит, правильно, что я тебе там еще 10% заплачу, короче, а 40% оставлю. Я такой думаю, блин, ну наверное, да. Вот. И вот так вот меня немножечко так отжали. Я такой думаю, блин. Слушай, а как правильно сейчас отбился бы ты в такой ситуации? Я бы в такую ситуацию в принципе не попал, потому что, ну я беру предоплату как на телефон, ты положил деньги или на интернет, ты работаешь. То есть ты в минус не уходишь никогда. И мы так все рекомендуем делать, чтобы минус, вообще в дизайнерском бизнесе невозможно уйти в минус, если ты делаешь проекты по предоплате. Ты можешь уйти в минус на комплектации дальше, если ты что-то закажешь не то, но там у тебя риски оправданы, потому что это более сложная схема. Но в дизайне тебе заплатили, ты нарисовал. Заплатили дальше, нарисовал. 100% аванс за следующий этап. Но такое тоже не всегда подойдет, такое можно делать, если у тебя есть позиция, ну то есть твоя же, если тебя выбирают не потому, что ты самый дешевый и сам навязался, а потому что к тебе именно приходят. То есть такая позиция возможна, когда у тебя есть некий как бы аванс доверия. Я понял. Слушай, и такой вопрос, а вот я, например, заказчик взял, пришел ко мне дизайнер, какой-нибудь ИП Кривожоппинга или там ООО Вектор Плюс. Я ему заплатил там, не знаю, 700 тысяч рублей, а он взял и слился. Может быть такое. Ну и в суд подавай, иди его ищи. Гражданское дело, административное. Ты слышал вообще о таких случаях? Бывает на рынке, что дизайнеры скрываются деньгами? Про дизайнеров я не слышал, как бы там не такие большие деньги, чтобы скрываться. Про подрядчиков, конечно. Даже бывало, что вот у меня была такая, ну не знаю, у меня, может, как сказать, ошибка, наверное. Я посоветовал клиентам подрядчика по дереву, и он ему заплатил 20 тысяч долларов. Хороший мой клиент был, ну я ему второй делал объект, дом я ему сделал и квартиру. Кто там? Соседи? Нет, я думал, что дождь идет, но нет, он тут тащит что-то. Вот, и получается он скрылся. Ну его потом, естественно, нашли, потому что там, ну слушай, а что можно с 20 тысяч долларов с деревом делать? Это что? Ну это кухня, это деревянные балки, деревянные там арки, ну короче деревянная тема. Я тебе покажу потом, что интересно. Это нормальные цены, да, за такие работы? Это просто чудовищные деньги, нет, за дерево? Ну сейчас да, то есть раньше это было по там типа 25 рублей, по 30 рублей, ну типа миллион 200, ну как бы это ни о чем особо. Ну то есть, ну да, да. Ну ты куда ни плюнь, вот я сейчас пол заказал, значит пол стоил 700 тысяч, укладка еще 700 тысяч, это ну как бы 200 метров, полтора миллиона, ты как ни крути, тратишь. Можно ли дешевле? Нет, нельзя, как ты сделаешь дешевле? Ну либо это будет не дуб, а ламинат, ну либо это будет дуб с сучками, ну то есть можно ли, опять на укладке ты не сэкономишь, можно ли сэкономить на укладке? Да, ну либо ты сам тогда делай, либо каких-то дешевых бери, либо сам занимайся там контролем. То есть все можно сэкономить, ну типа не за полтора миллиона сделать, а за миллион, но это будет не то, что ты хочешь и ты сам убьешься на этом. Ну поэтому как бы тут плюс-минус. То есть если ты хочешь качественно, оно все денег стоит, не бывает, что качественно дешево, либо у тебя все хлипкое будет. Я понял. Слушай, получается, что там дизайнер может обезопасить себя, беря предоплату, ну собственно как редактор, наверное, а заказчик, не знаю, смотреть, наверное, на репутацию, на опыт, на то, что много лет работает, на отзывы, нет? Как еще можно понять? Да, ну и не платить много, платить какую-то там сумму небольшую. Плюс у заказчика есть договор. Если у дизайнера есть ИП, то есть он как заключает индивидуальный предприниматель, то дизайнеру лучше не пропадать, потому что он пропадает, ну как бы попадает на весомые штрафы. Если ты заплатил дизайнеру 100 тысяч, и он пропал, не сделал, ты с него 300 можешь вытащить. Так как он ИП, он рискует своим имуществом, соответственно, если у него есть какое-то имущество, там машина, да, его по суду машину продадут, и тебе дадут эти 300 тысяч. Это решается все очень просто, ну поэтому как бы смысла и нет так косячить. Слушай, а вот если дизайнер такой говорит, слушай, мне нет ИП, на карточку давай или кэшем? Ну это риски уже, нет, это уже ты никак не вернешь практически, но это, собственно, если подешевле ты решил сэкономить, то да. То есть я бы делал СИП по договору и нормально бы вел эту тему, ну если бы я заказывал. А сам бы был физическим лицом при этом, чтобы работала тема в защите прав потребителей. Я понял. Окей, хорошо. Ну как я понимаю, любой нормальный дизайнер, крутой, он все время, у него есть ИП или фирма, еще что-то? Да, бывает самозанятый, сейчас вот у нас ввели, то есть кто-то самозанятый оформляется, нормально, да. Плюс по дизайнеру выгодно по ИП работать, ну если у него есть патент, то есть он платит 25 тысяч в год и у него вместо 7% 1% всего, больше 300 тысяч, которые едят. Ну то есть в принципе выгодная история почти без налогов, если ты занимаешься художественным оформлением интерьера. То есть 25 тысяч в год заплатил и спокойно живее. Я понял. Слушай, а вот как с точки зрения заказчика, как можно подутрести дизайнера на деньги, как сэкономить, как скидку выбить, что правильно делать? Ну я бы этого не делал в целом, потому что на дизайнере реально не надо экономить. Надо экономить на… да в принципе особо на чем ты не сэкономишь. То есть надо что понимать? Надо разумные траты понимать. То есть ты можешь на материале хорошо сэкономить, ну к примеру вот тот, взять паркет, тот который я покупал, он примерно такой же в магазине, если ты будешь покупать, он будет полтора миллиона, только сам паркет стоит. Вот я бы за 700 нашел. Вот соответственно ты можешь как бы, ну за 2 часа, если ты занимаешься комплектацией. Я думаю, ты представился, конечно же, дизайнером, да? Сказал, что у меня есть клиент, чуваки. Я говорю, да, ну конечно. Конечно, я нашел оптовика, я нашел это без масла, то есть мы сами красить будем. Я нашел хорошее сырье, я знаю, сколько мне все. Ну короче, я занялся вопросом, но я сэкономил 700 тысяч. Это прикольно. Это 700 мне там уже со скидкой давали за то, что я дизайнер, тоже за то, что там реклама с ним и так далее. То есть, а так бы это бы стоило там 200, в 3 раза почти можно сэкономить. Вот, поэтому да, вот на этом имеет смысл экономить, на закупке там оборудования, материалов и всего остального. А на дизайнера, ну сэкономишь ты 100 тысяч, 200, ну как бы тебе погода эта по сравнению со всем остальным затратами вообще не сделает. Но ты рискуешь очень сильно, потому что начинающий дизайнер, который там задешево делает, у тебя риск такой, что он, почему он задешево делает, мы тоже обсуждали. Конечно, он неопытный и он будет на тебе тренироваться. И соответственно все остальные траты, которые ты будешь нести, ты будешь, ну как бы, может повезет, а может ты неразумно их потратишь. Непонятно. Ну риски выше просто. Слушай, а вот такая мысль, я пришел, например, в дизайн студию, там есть арт-директор и несколько дизайнеров. И ты говоришь, что дизайнер делает, арт-директор, как в Мишленовском ресторане, такой final touch на воде, знаешь, пипет такой при щепочке двигает петрушку на блюде, чтобы все идеально было. Я могу прийти в студию и сказать, слушайте, ребята, вот смотрите, мне пофиг какого дизайнера дадите, если арт-директор все равно смотрит, ведь он желажу не пропустит, давайте самого дешевого. Можно так сэкономить, скажи? А в студии тебе никто не даст дизайнера, и ты вообще с ним знаком не будешь, пока контракт не заключешь. То есть эта студия сама выбирает, кого тебе дать. Потому что там Маша в Провансе у меня работает, Петя в Лофте, а там Баба Валя работает в арт-декор. Ну, например. То есть типа я не могу выбрать дизайнера даже. А тебе смысла этого нет, потому что выбирает дизайнера арт-директор, он отвечает за то, что будет сделано. То есть ты говоришь, он тебе дает, вообще в принципе тебе как бы не особо это надо. Это в студии, да, получается? А если ты сам работаешь, ну, либо ищешь себе кого-то, то ты можешь выбрать, конечно, сам. Тут проблем никаких нет. Ты можешь пойти на рынок выбрать. А если я приду в студию, найду арт-директора, за рукав его подергиваю и скажу там, Женя, слушай, а давай со мной приватно поработаешь, не в студии. А то типа он не маржу накрутит в два раза, а мне зачем это? А я тебе заплачу те же деньги. Ну, хитрый способ, конечно, но суть от директора в то, что он не работает. Он любит говорить как надо, но сам он не хочет работать. У него, ну, как... Ты же не будешь писать рукой, например? Ну, я приду к тебе и скажу, Сергей, давай ты мне будешь писать рукой, пером этим самым. Если ты заплатишь, я в костюме бобра буду. Но ты же только что сказал, что сэкономить. И я скажу, я тебе буду еще в два раза дешевле платить. Да, это я согласен. Вот, поэтому ему то же самое, ему никакого резона нет. Он, у него есть менеджер, у него есть, ну, условно, там, помощник, да, у него есть рабочие руки. И он приходит, берет чашечку кофе, говорит, это так, а это не так, это фигня, это хорошо. И он получает те же деньги. То есть зачем ты ему нужен? Он пошел арт-директором в компанию, чтобы не общаться как раз с клиентами, а помогать другим ребятам расти. Это его функция, это его работа. Суть его работы в этом, а не в том, чтобы он много еще знает, он помогает им реализовываться. А не в том, чтобы самому что-то рисовать. Я понял. То есть он может, да, он может, но это его не ключевая обязанность. Слушай, а я как заказчик, какую еще могу ценность нанести дизайнеру, чтобы сэкономить? Могу я торговать нетворкингом? Да, если ты хочешь прям сэкономить, я тебе могу лайфхак такой дать, зрители сейчас оценят. Как можно сделать? Можно хвалить. То есть ты приходишь, а в основном пытаются сэкономить за счет того, что… Вот почему ты хвалишь меня, я понял, друзья. Не поэтому, хвалить искренне. Ну, то есть, во-первых, ты выбираешь крутого спеца, и если тебе действительно не хватает денег, ну, например, ну, то есть реально там, ну, человек стоит там в пять раз дороже, в три раз дороже, чем ты планировал. Ты говоришь просто супер, вообще классно, ну, очень сильно там твоим работам перспектую, да, поражаюсь там творчеству. Вот, скажу честно, типа, ну, не у тебя цены высокие, а я недостаточно дорос. Вот, в принципе, ты… ну, это мало кто может сделать, потому что искренне так и для себя, ну, как бы мало кто может признаться, что я еще не накопил. Но если ты это понимаешь, что это нормально… Ну, еще звучит как-то согласись, так, как-то слишком слащаво, нет, почему какой-то незнакомый человек мне хвалит. Так не хвалят, тебе говорит абсолютно нормально. Говорит, смотри, я вижу, что… мне нравится, как ты работаешь, скажу честно. Ну, вот я тебе так скажу, Сергей скажу, мне очень нравится, как ты работаешь, да, мне тебя посоветовали, супер, там, ту стоимость, которую ты мне назвал, ну, как бы она адекватна абсолютно, я верю, что там услуги такие стоят, я поэтому к тебе обратился. Вот, дальше я бы тебе продавал идею работать с моим проектом. Я говорю, вот у меня такой интересный проект, я бы первое бы сказал, что мой проект очень клевый и он очень тебе, ну, как бы, возможно, тебе подойдет для того, чтобы ты реализовал свой потенциал какой-то. Допустим, ты всю жизнь хотел поработать там с книгой либо со стилем лофтом, либо еще с чем-нибудь, неважно. Вот, и я бы загорел тебя идеей вот этой, а потом бы сказал, что, ну, придумал бы, может быть, как тебе это дополнительно тоже в жизни поможет. А потом бы сказал, что вот видишь, как все клево, вот, но есть загвоздка, да, соответственно, загвоздка в том, что у меня прямо сейчас денег нет целиком. Вот, и дальше я бы с тобой вел переговоры в плане того, что давай, когда ты будешь свободен, давай там, ну, либо когда у тебя будет меньше заказов, либо, может быть, мы как-то в рассрочку это сделаем, может быть, еще. Ну, то есть я бы придумал какие-то аргументы, мы бы нашли компромисс. Почему? Потому что тебе тоже уже хочется поработать. Ты видишь, что человек адекватный. Ты, как бы, в свою стоимость закладываешь стоимость неадеквата заранее. Если тебе человек все это говорит четко, то есть ты уже можешь дать скидку процентов 20 точно. В силу того, что просто человек, как бы, понимает. Ну, согласен? А 20 – это уже неплохо. То есть это то, с чем можно. Так, в принципе, в половину можно цену снизить. Вот ты можешь уменьшить, как бы, ну, например, скажу, давайте такой пример, скажу, что ты же должен сдать книгу, например, либо статью без ошибок. Ну, безусловно. Ну, как бы, но тебе это может быть там лень или не хотеться. Ты написал, выдал, я говорю, давай редактор мой, давай там чертежник мой, давай с тебя идеи, давай только с тебя то, что у тебя самое лучшее. Ну, то есть какие-то такие вещи. То есть я с тебя это снимаю, я тебя этим парить не буду, мне нужна от тебя вот только какая-то там ключевая вещь. Дальше я нахожу фрилансера там, корректора, он там за, не знаю, за 200 рублей в час мне всю тему проверит. Я тебя не парил, сам этим занимаюсь, несу ответственность сам. Таким образом примерно можно договориться. Ну, это нужно знать, понимать, как устроен процесс. Детализация, да, для этого книжку читать. То есть, ну, как бы ты хочешь сэкономить, извините, 2 миллиона, читай книжку за тысячу, а потом иди переговоры, переговоры веди. А как ты хочешь, на халяву что ли? Ну, то есть если бы все хотели и бесплатно бы им снижали, то это очевидно было бы, что стоимость завышена. Мы же говорим, как нормальную стоимость снизить, не обидев никого. Причем я тебя не обидел уже сейчас, ну, как бы, не обидно, что я рассказывал? Нет, нет, нет. Ты же не подумал, как бы, что я какой-то там нищеброд? У меня, кстати, похожий опыт был. Я просто люблю всякую, типа, дизайнерскую одежду и все такое. И у меня был дизайнер, который, ну, до сих пор есть, который иногда что-то шьет для меня, он такую авангардную одежду делает. И я в какой-то момент решил, что, ну, то есть я его ценю, и мне приятно с ним работать, но мне показалось в какой-то момент, что он слегка, ну, подустал, скажем так, для меня шить. И я почему-то совершенно машинально, вот как-то неосознанно похожий совет, как ты посоветовал, предложил, сделал. Я говорю, слушай, смотри, вот тебе 30 тысяч, шей что-нибудь, что хочешь. Вот хоть утюг, футболка в виде утюга, я буду носить, я плачу, просто мне приятно, чтобы ты самовыразился. И он прям воспрял духом, он прям, наконец-то, можно сшить что-то клевое. И сшил, правда, да. Это функционер директора мотивации творческих людей, вот он этим занимается, поэтому молодец, да, супер. Это же не сложно, просто надо знать и с этим работать. Да, но нужно быть еще готовым к какому-то, предложить что-то, это тоже надо уметь что-то предложить такому человеку, чтобы ему было интересно там что-то сделать. Я уверен, что и у каждого из нас в силу там профессиональной деятельности, либо каких-то еще вещей, ну то есть я, например, дизайном занимаюсь, ты занимаешься текстами. Допустим, без денег, мы же можем бартером договориться. Ну да, можем. Ну, вопрос там тренировки. Твои стихи и мои гитары, да? Ну, например, да, то есть это же вопрос переговоров, то есть в итоге-то люди даже бесплатно могут сделать. Ну как бесплатно? Бесплатно в силу, допустим, знаешь, как может быть еще что? Я знаю кого-то, кто тебе нужен, ну как бы знакомство может быть, если ты нетворкер хороший, то ты можешь связи налаживать как-то. Вот, да, а можно вот дизайнеру сказать, слушай, ты мне сделаешь с небольшой скидкой, а я обещаю, что я расскажу о тебе всем своим знакомым. Это имеет ценность для дизайнера? Нет, это манипуляция. Почему? Потому что как ты такаешь? Да я тебе тогда так скажу, ты давай сначала дай мне заказ за деньги, а я тебе бесплатно сделаю тогда. Ну или там два заказа ты мне даешь по такой-то цене за деньги, приводи сначала. Потому что ты хочешь таким образом получить как будто бесплатную работу в надежде на потом. А психика так устроена, ты наверняка знаешь, что тебе сейчас лучше получить, чем потом потенциал. Потому что потенциал непонятно будет, не будет, с этим надо работать, потом забудется и еще что-то. И тебе такой дизайнер не нужен. Тебе не нужен дизайнер, который бесплатно работает. Потому что у него не будет желания, у него пропадет желание, он устанет. А тебе уставший дизайнер не нужен ни за какие деньги, даже бесплатно. То есть, если у тебя уставший дизайнер, тебе лучше заплатить, чтобы ты даже самому с нему не работать, чтобы он на тебя отстал, потому что он тебе плохо сделает в любом случае. Поэтому не надо как бы, ну, как бы торговаться можно, но на выгодных условиях. То есть, ты можешь снизить стоимость в деньгах, в наличке, да, но дать ему гораздо больше за счет там связей, может быть, умения какое-то, может, ты ему что-то обучить можешь, может, ты ему там сайт сделаешь. Ну, неважно, ты можешь ему помочь в жизни добиться его цели, а он вообще об этом даже не думал, например. Вот я-то, кстати, люблю делать, то есть, я всегда у человека спрашиваю, какие-то твои цели, что ты хочешь вообще в жизни, и у меня просто есть технология, которыми я уже обладаю, да, и которые мне, в принципе, ничего не стоят, и я как бы за счет этих технологий могу им добиваться их мечты какой-то, изменив там какие-то поведения, ну, как бы коучингу и такие темы. Мне они ничего не стоят, человек, они прикольные, он такой вроде как на меня работает, а вроде как еще и учится, ему деньги еще платят, это вообще кайф. Прикольно. Хорошо, ладно, это было полезно и интересно. Ну, я хотел, конечно, спросить, есть ли смысл, типа, когда дизайнеру, давай тебе наличка, я дам место перевода на счет, на налогах сэкономим, там, распилим это, но я понял, что это не, типа, небезопасно делать, заплатишь наличкой, он пропадет, докажи, что ты вообще денег дал. Можно, ну, расписку тебе даст, да, ну, это уже мелочь, то есть ты там сэкономишь, там, 5% на налогах, это не критично. Я понял. Слушай, а вот такой, может быть, немножко грубый способ, хочу просто тебя проконсультироваться. Иногда, знаешь, бывает в текстах так, ну, со мной не бывает, но я слышал такое. Приходит заказчик, копирайтер, редактор говорит, это стоит 10 тысяч рублей. И заказчик говорит, слушай, я посмотрел твое портфолио, посмотрел цену на рынке, это, типа, ну, это стоит 7, ну, давай честно скажем, ну, правда, это ты выше рынка берешь. Давай будем оба с тобой адекватными людьми, я заплачу 7, а ты, типа, не будешь на мне наворачиваться. Можно как-то дизайн оценить, вот, рыночную стоимость по картинке, как-то, что-то вот так. Ну, смотри, у тебя же зависит не только от стоимости, у тебя зависит еще от загрузки. То есть, если у тебя загрузка большая, ну, у тебя поток лимф, то ты повышаешь стоимость, то есть у тебя может по рынку оно стоит действительно дешевле, то есть дешевле ты можешь всегда найти, то есть в дизайне только непонятно какого качества, это же всегда индивидуальная тема, кто тебе дешевле, так вот, ну, поэтому непонятно. С другой стороны, есть как бы некие, ну, так, усредненные критерии, что вот такой набор услуг стоит столько-то по рынку, и тебе клиент говорит, что я хочу с тобой работать, но твои услуги стоят меньше. Это повод задуматься, то есть что ты делаешь такого, что тебя сравнивают, и тебе нечем выделиться. То есть ты должен здесь сказать, зато у меня, и вот если ты не можешь сказать зато у меня, или показать это, или чтобы клиент сам это знал, чтобы у него даже такой мысли не возникло, это повод, я думаю, что согласиться с его оценкой и сделать заказ, если тебе это все равно выгодно, и вторым моментом использовать эти деньги, полученные на то, чтобы сделать себе упаковку нормальную, и в следующий раз, что таких вопросов не возникало, то есть это будет просто выгоднее. Слушай, а у тебя, вот зато у тебя что, вот твои студии Станислава Орехова? Что ты имеешь в виду, что почему у меня дешевле? У меня, в принципе, не очень высокая стоимость. Что бы ты ответил на такой вопрос, зато у меня, ну, как бы, вот что бы ты сам сказал? Я бы до такого вопроса не, ты спрашиваешь про уникальность, сейчас тебе расскажу, но в целом ко мне до такого вопроса не придут, потому что я сам задал вопрос, ну, заранее, зная что-то, он может возникнуть, я спрошу, вы знаете что-то обо мне? Он скажет, да, знаю, например, что, или если не знаю, я им презентацию строю. Потом спрошу, ценно ли то, что мы им делаем? У меня это системность, и у меня это адекватная стоимость достаточно. У меня стоимость 4 тысячи за метр, ну, сейчас, и мы за счет, как бы, того, что мы качественно работаем, у нас, как бы, сам проект очень качественный, очень крутой, ну, то есть это можно посмотреть, там, я могу показать, да, как они выглядят. А стоимость дешевле, то есть такой проект, как бы, гораздо дороже стоит. Вот, поэтому ты получаешь, условно, топ проекта по цене, там, бизнеса, например, вот такое. Слушай, а я спрошу, а откуда такая благотворительность, Танислав, почему ты тогда не берешь адекватную цену? Я беру, потому что по системе, потому что мне выгодно делать, как бы, несколько интересных, да, и мне выгодно воронку клиентов собирать, ну, как бы, с интересными проектами, а многих клиентов изначально цена отпугнет, а я не на дизайне зарабатываю, а дальше, то есть я, как бы, нацелен на воплощение. Соответственно, поставив цену выше, я просто логически отсеку часть клиентов, которые мне были потенциально интересны на реализации, ну, вот примерно так. А почему я выше не ставлю? Потому что этим надо заниматься, это мне нужно, как бы, настраивать рекламу и бренд качать, там, как дизайнера. А я не могу и там, и там сейчас быть, ну, в дальнейшем смогу делегировать, это недостаток системы. Соответственно, я больше работаю, у меня несколько бизнесов, поэтому в этом бизнесе я, условно говоря, не дожимаю до ценника выше, то есть это, как бы, справедливо, оправданно. Ну, и мне это окей, мы ведем сколько-то проектов, у меня нормально, у меня, ну, как бы, нормальная небольшая студия бутиковая такая, которая делает проекты для клиентов, которым, как бы, это надо. Все, мы зато не тратим на рекламу, у нас, вот, как бы, идет и идет. Ну, вот так я бы ответил. Я понял. Слушай, вот немножко возвращаясь чуть-чуть назад, мы говорили о том, что дизайнеру платят, как бы, частями, он берет предоплаты за каждый новый этап. А я, как заказчик, могу, например, посмотрев на планировку, сказать, все, ребят, нет, мне не нравится, я дальше с вами не работаю. Ну, да. И как это с точки зрения денег, договоров обычно выглядит? Бывает, и у нас тоже так, кстати, было, мы делали планировку, там, что-то заказчик долго не мог определиться, мы ему даже там и так, и так, и сяк. Мы же делаем, пока не понравится, но просто вот он, я не знаю, то ли он мозги пудрил, то ли действительно что-то не нравится. Мы, по-моему, 10 вариантов уже сделали, он что-то говорит, все, не то, не то, не то. Ну, в итоге, да, мы просто расстались. Как это делается? Очень просто, у тебя в договоре написано, как ты можешь расстаться. То есть расстаться ты можешь, когда к тебе клиентам заплатил, ну, то есть ты списываешь деньги за ТЗ, ты списываешь деньги за планировку, и ты не берешь деньги за следующий этап. Все, вы подписываете акт, что дальше вы не работаете и расстаетесь. У тебя в договоре должно быть прописано, как вы расстаетесь. При этом я ему ТЗ сделал, оно готово, ты можешь его использовать новым ребятам, отдать, ты же не поменял свое мнение? Ну, наверное. Может быть, поменял, но как бы тогда это уже, и потом не согласовываешь и не хочешь в этом признаться. Но это уже твои психологические какие-то темы, где-то отсюда это знаю. То есть ты ему сдаешь то, что ты сделал, он тебе за это платит, новое не берешь. Подписываешь акт и расходитесь. Нормально, кстати. В этом нет ничего плохого. Я не считаю, что там, если в каком-то процессе там люди расстаются, что что-то случается. Наоборот, может, на счастье. Ну, по каким-то причинам. Согласен. У меня в договоре даже в двух местах прописано, что я не возвращаю предоплату. А это такая хитрость, когда работаю с крупной компанией, там идет юрист, допустим, в пункт 3 заходит, там деньги, там видят строчку про то, что предоплата не возвращается, он и удаляет. И такой, типа, все, я защитил своего клиента, а там ниже еще в договоре прописано. А ты хитрый, лис. Ну, вот. Просто еще я обычно, я тоже не возвращаю предоплату. Ну, то есть мы сейчас про это еще чуть-чуть поговорим. У меня в целом такая мотивация или такое объяснение, что если, допустим, мы начали работать, я всегда работаю до того, пока не будет хорошо. Типа, я сам тебя задолбаю заказчик с правками со всем, чтобы было нормально. Да, ничего себе. Если он не захотел, там, то все, сорян, если мы расстались, то это твой выбор, я тогда предоплату не верну. Я считаю, что в таком случае человек получил опыт. Ну, он понял, что ему не нужно, например, это тоже стоит здание денег. Он заплатил за это, почему бы и нет. Вот. Ну, хорошо. Нормально? Ну, наверное, да, не знаю. Ну, я не знаю, тут каждый сам решает. То есть я бы вот с такой хитростью, типа, в двух местах. Ну, понятно, что корпоративный заказчик, там, как бы, своя тема. Ну, наверное, нормально. Большую корпорацию обхитрить, наверное, прикольно. Не знаю. Ну, тут нет, как бы, вот вам договор, читайте там все, что угодно написано. Ну, типа, а ты сам не посмотрел, что тут написано, я не увидел. Ну, может быть, может быть. Я смотрю, у меня-то главная позиция честность, то есть у меня, как бы, основная тема – это честность, системность и развитие. Вот три вещи. То есть я бы просто, ну, я бы так не стал делать, ну, потому что все равно это получается, то есть там он не увидел, а тут не увидел, вот. Ну, тебе, возможно, это прикольно. Я, как бы, не против, это, ну, ход нормальный, просто не в моей ценности. Я понял. Просто, да, я понимаю, о чем ты, согласен, просто в компаниях больших особенно есть, как бы, человек, с которым я работаю – это один, а тот, который подписывает договор и платит деньги – другой. Между ними коммуникация очень слабая, и вот этот человек, с которым я работаю, не может бухгалтерии доказать, что вот человек не вернет предоплату. Ну, просто и поэтому приходится это использовать. Но в целом я согласен. Если все о чем окей, то окей. То есть если все о всем договорились, у тебя есть представители, вы там с ним согласовали, тебе, в принципе, какая разница, что вы там согласовали, ты можешь вообще об этом и париться. Вот для тебя клиент – это твой, с кем ты работаешь, а дальше там, что он творит, в принципе, тебя не касается. Слушай, вот расскажи мне вот что. Вот мы начали работать с дизайнером, он мне, допустим, планировку показал, и с моей заказчической точки зрения это полная хрень, и я считаю это некачественной работой. Я могу к дизайнеру прийти и сказать, слушай, мне это не устраивает, верни мне деньги. Как оценить качество дизайна? Качество дизайна ты можешь, ты никак не можешь оценить качество дизайна, вот в чем дело. То есть ты можешь оценить технически он реализуемый либо нет, делается это с помощью, ну то есть если ошибки у тебя, нарушения есть по закону, то значит она нарушена. Если нарушений нет, он может тебе что угодно нарисовать, ты никак это не докажешь, что это некачество. Он скажет, я художник, я так вижу. А что делать? Ничего, это риск твой. Почему надо выбирать нормальных ребят вначале, чтобы потом мне было больно? Потому что, ну что такое дизайн? Вот такового нет. Вот я сейчас вот эту стену, видишь там сзади какая-то у меня кирпичная стена. Я возьму сейчас банку краски синий и вот покрашу и скажу, вот я так вижу. Что ты мне скажешь? Или обои наклею, скажу, вот у меня такое видение. Это тоже дизайн будет. Если ты на мои деньги-то делаешь у меня дома, я скажу, какого хрена? А я скажу, ты меня за это купил. То есть ты мне платишь за то, чтобы я тебя образовывал. А это типа новая модная тенденция, во всех лучших домах Парижа так делают. А ты типа сиди на диване и наслаждайся. Слушай, какое-то узкое место в работе с дизайнером. Вот, кажется, я заложник дизайнера, получается. Ты заложник своего выбора. Ну, слушай, а ты приходишь, допустим, в парикмахерскую, да, допустим, и тебе постригите меня. То есть ты же все равно не понимаешь, что тебя взяли и там не так постригли как-то. Тоже ты заложник своей выбора. Да, ты должен где-то рисковать. Ну, а как еще? Ты можешь не рисковать и делать все сам. Ну, какая альтернатива-то? Ну, неужели нет какого-то, не знаю, объективной экспертизы, качества дизайна? Нет, наверное, нет. Нет, качества ты не можешь. Потому что это художественное оформление, а сама суть этого оформления – это в том, что будет как надо. Что ты можешь делать? У тебя есть инструмент. Инструмент – техническое задание. Ну, то есть первый вот этот альбом. Ты должен не протупить и в самом начале на техническом задании понять, что что-то ты там выдал не то. Если ты выдал техническое задание детально, что ты говоришь, мне нужно, чтобы так-так-так было, а дизайнер тебе нарисовал не так, ты говоришь, дружище, извини, мы подписали документ, ну, ты за него деньги взял и сделал не так, как там. Пожалуйста, объяснись. И он тогда, если будет говорить, что нет, я вот так вижу, я художник, я поменял, говорю, нет, ты молодец, ты это сделал за свой счет, за свое время личное, а мне, пожалуйста, сделай то, чтобы меня согласовали или верни деньги. То есть у тебя есть инструмент – это техническое задание. Больше никакого у тебя, как бы, критерия нет, кроме как то, что ты согласовал. Поэтому техническое задание важно и выгодно не только для дизайнера, но и для клиента. То есть он по нему смотрит, то я заказывал или не то. То же самое со строителем. У тебя есть чертежи. Можно ли без чертежей делать стройку? В целом можно. То есть опытный прораб придет и тебе по картинке сделает. Но когда он сделает что-то не то, он скажет, а мы всегда так делаем. Ты скажешь, ну позвольте, тут же вот по-другому нарисовано узел. Он говорит, не знаю, узла не было, у меня была только картинка. Поэтому чертежи и детализация, она позволяет тебе в дальнейшем с подрядчиков следующих требовать по определенному алгоритму, так сделано или не так. Если не так, то будь добр, замени за свой счет. А так ему руки развязываются и они делают, как считают сами нужными. Не всегда хорошо, просто быстрее, например. Ну слушай, вопрос, а вот допустим, сделали мы интерьер дом, у меня костиная, в ней огромный стол стоит. Я хожу, все время бьюсь острые углы стола, например, коленкой. Потом прихожу к дизайнеру, синяк показываю, говорю, слушай, вот типа какого хрена? Ты же знал, что так будет? Я компенсирую мне это. Или так не бывает? Ну а как? Как ты компенсируешься? Я тебе скажу, что стол мы выбирали вместе, я тебе предлагал съездить посмотреть его в шоурум. Ну, соответственно, все стоит по нормам. Ну, как бы, извини. Слушайте, хорошо вы устроились, у вас никакой ответственности нет. У меня был случай, ну такой, как бы, я когда начинал работать, у меня был случай, когда я постелил на пол тервертин. У меня был тервертин, ну такой, ну камень, это такой мягкий камень, знаешь, да, что такое? Ну теперь кажется, да. Да, ну как мрамор, только мягкий. Вот, и на полу у меня он лежал там на одном объекте, он был, ну такой, по старину сделан. Вот, и я клиенту тоже заложил, и он купил не по старину, он купил его полированный. И потом он мне жаловался, ну вот, как бы, такой неудачный опыт был, что вот он, когда двигает стулья к креслу, у него царапины остаются. Вот, вот это как бы такое неудачное. Но здесь что можно сказать? Что, ну с одной стороны, как бы не я ему такой заложил, может быть, блестяще, а может быть, я ее уже не помню. С другой стороны, просто я был начинающий дизайнер и не знал, да, что, ну, будет царапаться. Вот, соответственно, вот это риск нанятия дизайнера, который, как бы, начинающий еще не знает свойства каких-то материалов, например. То есть есть он, да, но зато там я, ну, недорого ему что-то сделал. Он бы мог выбрать другого дизайнера? Мог, но он не выбрал, он выбрал меня по каким-то причинам. Мог бы не выбирать. Ну вот, то есть все честно, да, то есть, как ты сделаешь? Никак. А последний вопрос по этому, слушай, а ведь есть же еще техническая часть, допустим, вентиляция, свет, электричество, отопление. А вот, допустим, я дизайнер нанял на подряд какого-нибудь инженера, который ему посчитал там, не знаю, отопление. А я потом живу в квартире, мне холодно, я понимаю, что отопления не хватает. Можно ли техническую часть оспорить и что-то подключить дизайнеру? Техническая часть – это инженерный проект, это, в принципе, к дизайну не относится, дизайнер тебе не будет делать инженерный проект, если он только генподряд не подпишет. И даже если он подпишет, он закажет этот проект у технолога и, скорее всего, ты можешь, если это генподряд, ты предъявишь дизайнеру, а дизайнер предъявит уже технологу. И если выяснится, что в проекте, который они делали, там неучтены мощности, то его можно пройти экспертизу, подать в суд, в суде скажет, что да, не соответствует, и попробовать взыскать эту тему, что теперь там холодно, не по нормам. Если там все по нормам, у тебя холодно, в силу того, что, допустим, тебе воду поставляют, не той температуры, которая номинальная, тогда тебе нужно уже в суд подавать на управляющую компанию и требовать воду. То есть это же все делается по данным, по каким-то, плюс я спрашиваю, какие тебе запасы нужны, то есть можно с запасом делать. Это всегда спрашивается, обсуждается. Ну, должно, по крайней мере. То есть нормальный специалист знает, что это как бы бывают всегда запасы, их надо соблюдать. Я понял. Слушай, хороший совет. Блин, вот, да, мне кажется, что инженерный, я как сам инженер по образованию, я чувствую, что инженерная дисциплина точная. Тут хренов, манер, дизайнеров, сюда нельзя подпускать. Я понял. Не надо. Ну, просто другая тема. Дизайнер – это совершенно другая область. Я понял. Единственное, что он может знать, он может знать порядок работы. То есть вот задача дизайнера знать принципиально, да, что спрашивать, как давать задания. Но самому считать эти там нагрузки не надо. Ну, нагрузки, если ты конструктор, либо там сечение трубопровода, если ты там сантехнику делаешь. Я понял, спасибо. Слушай, ну и последнее слово тебе дадим. Можешь кратко отрезюмировать? Вот нас слушают, очевидно, слушают будущие заказчики дизайна и, соответственно, будущие счастливые владельцы нового дома с новым интерьером, с новым дизайном. Просто кратенько расскажи. Вот, типа, как я тебя понял, нельзя экономить на дизайнере, лучше выбрать хорошего. Можно, можно все, просто рискуешь. Тут нет такого, как что нельзя. Не рекомендую, я бы не стал, вот что я могу сказать. А так можно все, ты можешь сам делать, ты можешь нанять новичка. Если ты понимаешь, у меня был клиент, который, ну, первый я, по-моему, рассказывал, который меня нанял как новичка дизайнера, он говорит, мне нормально, мне главное, чтобы ты рисовал. Рисовал, что я скажу. Я сделал уже там 10 объектов, типа, не парься по строительствам, не парься по этому, типа, я знаю, как надо. Рисуй. Вот, я был у него дизайнером, который какие-то идеи там журналы с интернета подсматривает и рисует, как он хочет. Мы соединяли идеи. Это тоже дизайн. Как бы мы просто вместе с ним делали это, по сути. Так тоже можно. И он был, он кайфовал, он платил мне мало, и он при этом сам, как бы, сам считал себя дизайнером. То есть, можно и так. Нет такого, что, ну, как бы, в зависимости от того, что ты хочешь. Если ты лезть вообще не хочешь туда, то лучше опытного взять, лучше вам подороже. А если ты хочешь сам участвовать, то можешь хоть новичка взять. Представь, как твой заказчик потом такой друзей заводит в квартире, говорит, посмотрите, это все сделано моими руками. Ну да. Я все придумал. Я нанял мальчика, который рисовал в фотошопе. Так и делается. Отлично. Пусть вот он нам все это говорит и платит мне деньги. Это нормально. У меня много таких было клиентов. Это же, ну, желание творчески реализоваться. И человек готов за это платить. Ну, пусть платит. Мне-то какая разница. Прекрасно. Я буду также думать про тебя и нашу книгу, что я такой, знаешь, человек клавиатура, а ты творчески реализовываешься через мои руки и подчерезать. Поэтому почему бы и нет. Нет. Ты все-таки не надо себя принижать и недооценивать. Должно быть, что ты по максимуму должен отдаваться. И я в тебя верю. Верю в то, что ты настоящий художник в этом плане. И сделаешь очень крутой продукт. Именно, если бы мне нужны были руки, я бы взял там мальчика или девочку, который там без опыта. И мы бы постоянно все делали. А я хочу, вот уже дорастаешь до какого-то момента, когда ты можешь себе позволить отдаться профессионалу. Вот. Вот это самое важное. Звучит немного пошло, но я надеюсь, гусары молчают. Не нужно отдаваться профессионалу. Просто берегите себя. Давай вот последний совет, вот как раз, наверное, об этом. Что надо дорасти. И страшно, непонятно, неясно, но иногда надо. Как и часто в жизни такое бывает. Нужные решения, они не всегда понятны и ясны, но потом зато здорово и приятно. Короче, совет на самом деле, я совершенно согласен. Во многих вещах действительно нужно довериться чужому вкусу и это неплохо выходит в итоге. Ну что, кажется, ты отбился. Я-то надеялся, что ты каких-нибудь советов прямо даешь а-ля там говорите, что у тебя цвет не тот и 10% сразу с куста. Оказалось, что фигушки. Нет, потому что если это профессионал, а ты именно его выбираешь, он тебя сразу же квалифицирует как человека жадного, манипулятивного и наоборот надбавку тебе даст. Так что это так точно не надо говорить. Так что я могу вредные советы говорить, что точно не надо говорить. Мне очень понравился совет про то, что прийти к супер-профи и сказать, что у меня нет денег, чтобы коммерчески с тобой работать, но я готов на себе воплотить твои идеи. Мне кажется, это прям классно. Это звучит вдохновляюще для всех, наверное. Попробую воспользоваться в следующем раз таким советом. Конечно. Почему бы и нет? Я думаю, что вот наша беседа, она не только про дизайн, она в целом как бы про общение, отношения, психология. Она везде применяется. А дизайн – это только одна из частей, где можно это применять. Согласен совершенно. Пойду, уберу из договора второй пункт и застыдил меня. Может быть, ты и прав на самом деле. Лучше посмотрим. Позицию ослабляет. То есть ты такой… Да, согласен. Именно внутреннее вот это ощущение у тебя должно быть мастера. То есть мастер так не делает. Делал бы так это… Не знаю, кто там… Брюс Ли бы так сделал так. Да, согласен. Это немножко такая спорная позиция. Но я меня один раз в жизни это все выручило. Я просто заметил в подписанных договорах, чтобы он был убран. Но это да, это как нагадить в кладовке и уйти. Ну да, согласен. Хорошо, сейчас уберу, да. По заветам Станислава буду жить, так скажем. Ну что, у меня на сегодня, собственно, все, что я хотел. Ты классный бюст, классный разговор. Мне кажется, что он не только… Действительно, не только про дизайн, но и вообще про работу. Собирал бы одну связь, ребята говорят, что, ну, хорошо, интересно беседы. Вот там, с кем мы общаемся. Да, слушай, мне тоже пишут, причем в личные сообщения Инстаграма. Меня вообще никогда никогда не пишут. И пишут и хвалят. Это прямо очень приятно. Спасибо большое, это правда. Доброе слово, и кошки приятные. Обязательно делитесь видео. Нам очень важно, чтобы оно максимально широко расходилось, потому что мы тщеславны, и нам это просто приятно. Вот, нечего скрывать. Я, видите, стал смелым в общении с Станиславом. Мы скоро продолжим. Наш сериал продолжается. Спасибо. Лайкайте, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь историями. Мы все это очень любим. И спасибо Станиславу, нашей, не знаю, источник мудрости из Питис, с которого мы сегодня собрались. Давайте действительно вот как бы в конце рубрика вопросов, да, если вот вы уже там смотрели видео, то есть мне тоже пишут, да, что вот мы смотрели. Какие у вас именно там лично какие-то вопросы, может быть мы сделаем отдельное видео по вопросам, ну прям вот все, что вы боялись, не знали, хотели спросить всякие безумные абсолютно вещи, можно без подписи, ну то есть анонимно, любые можно вопросы задавать, мы их соберем как-то, классифицируем и отдельно какое-то видео сделаем по вашим вопросам. Сделаем спецвыпуск, назовем его «Вечерний Станислав». Отвечая на ваши письма, такой пешок письма, вы на столе как в советские времена. Давайте попробуем. Спасибо, друзья, спасибо, Станислав, скоро увидимся, не оставайтесь с нами, пока. Пока.